Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, какие же инструменты нам с вами пригодятся для мастер-класса по ежевике. Самое первое, что я хочу обозначить, это то, что для малины или для ежевики инструменты это не имеет значения. То есть не обязательно искать именно для ежевики, вы можете спокойно использовать для малины. У меня все инструменты были для ягод малины. Еще раз повторюсь, они подходят для ежевики тоже. Итак, во-первых, хочу вам сказать, что можно использовать минимальный набор и большую часть листьев и ягод делать на руках. Можно использовать такой максимальный набор и практически все сделать на инструментах. Итак, давайте начнем с такого максимального набора. Вам понадобится молд для ягод. Я вам честно признаюсь, что моему молду несколько лет и я не помню, у какого мастера точно я его купила. Поэтому вам не подскажу, но это не принципиально. Единственное, на что я хотела бы обратить ваше внимание, когда вы будете покупать молд для ягод, посмотрите, чтобы там были и маленькие ягодки, и крупные ягодки. Чтобы все ягодки вы могли сделать на ветку разные. Дальше нам понадобятся листья. Листья у ежевики бывают разные. У нее листья бывают вот такие вот тройные, средние и два маленьких. Бывают с пятью листьями. Вот такой вот он, пятилистник получается. Он большой, потом два средних и два маленьких. И бывают вот такие вот целиковые тройные листья. То есть можно использовать их все. Соответственно, здесь каттеры и вайнеры к ним для каждого размерчика. Для того, чтобы вам обозначить точно размеры, давайте я сразу их с линейкой вам померю. Знаю, что это очень для многих актуально. Очень часто меня об этом спрашивают. Итак, меряем тройной листик. Это у нас примерно 6 сантиметров на 6 сантиметров. Дальше большой листик у меня 6 сантиметров на примерно 4 с половиной. Дальше средний это 5 с половиной сантиметров на 3. И маленький у нас примерно 4 с половиной на 2,7. Да, примерно. Вы понимаете, да, что у вас миллиметраж может отличаться. Это не критично. Я просто вам показываю, потому что я знаю, что многие интересуются прям вот именно сколько точно вешать в граммах, сколько точно у меня в сантиметрах. Но, повторюсь, да, это как бы размерность не такая, не принципиальная. У вас могут быть чуть побольше, чуть поменьше. Просто вот если так, как у меня, то вот такие вот размеры. Листья у меня от Алены Якимовой, Кима 4 Art. Все вот эти вот три листика, это все ее листья, инструменты, ее инструменты, да. Вот. Что еще хотела обозначить? Итак, это набор, если вы хотите купить вот и для того, и для другого, чтобы вот так вот работать спокойненько, как бы не заморачиваясь на вырезании вручную. Дальше. Без чего вы можете обойтись? Вы можете обойтись без молда для ягод. Да. Я показываю в мастер-классе, как сделать ягоды на молде. И точно так же я показываю в мастер-классе, как сделать ягоды на руках. То есть вот здесь вот часть ягод у нас на молде, часть ягод на руках сделана. Дальше. Без чего вы еще можете обойтись? Вы можете обойтись абсолютно без каттеров. Я показываю, как раскатать листья на руке, да. Как раскатать, как вырезать правильно и так далее. Без чего вы еще можете обойтись? Вы можете обойтись практически без всех вайнеров. Единственное, я бы оставила для вас один вайнер, желательно тот, который самый большой, для того, чтобы все-таки на нем отпечатывать фактуру. У листьев малины ежевики очень своя такая индивидуальная фактура. Вот, поэтому по возможности я бы вам советовала один листик приобрести, и на нем вы уже сможете фактурить все остальные. Как правильно это сделать, я показываю в мастер-классе. Вот. Но! То есть это вот минимум, который, вот это минимум, который вам нужен вот для такой ветки. То есть здесь тоже половину листьев я делала с помощью инструментов, а половину листьев я делала только с помощью одного вот этого вот вайнера. Но, по большому счету, даже если у вас нету вайнера листа, но есть вайнер листа хотя бы какой-нибудь, любой другой, там, от розы, да неважно, какой-нибудь универсальный, пожалуйста, делайте на нем. Это не критично. Это не... Если у вас нету вайнера, да, это не значит, что вы не сможете слепить, да, это не должно вас останавливать. То есть есть возможность, вот хотя бы один вайнер, да, есть больше возможностей, можете приобрести весь набор. Но даже если нету возможности приобрести вайнера, вы все равно сможете слепить ветку ежевики. Все. Спасибо вам большое за внимание. В описании к этому видео я все ссылочки оставлю, где можно приобрести мастер-класс, где можно посмотреть ответы на базовые вопросы по керамической флористике и где можно найти меня. Все. Спасибо. Всем отличного дня.